Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. 25 миллионов рублей на троих. Жители Ненецкого округа подозреваются в вымогательстве крупные суммы денег у коммерческой организации. В окружной бюджет внесены очередные изменения. Соответствующие поправки приняты в пятницу 3 июля на очередной сессии окружного парламента. Пришла в негодность. После проливного дождя выгребная яма одного из ветхих домов не выдержала нагрузки. Уходим на модернизацию. Телеканал Север на три недели прекращает вещание в спутниковом пакете Триколор и Ростелеком. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Трое жителей Ненецкого округа подозреваются в вымогательстве 25 миллионов рублей у представителей коммерческой организации. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые и задержанные проводятся следственные действия. Об этом сообщает Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу. По версии следствия, весной текущего года подозреваемые в ходе телефонных звонков и при личных встречах с представителями коммерческой организации под угрозой распространения сведений, порочащих деловую репутацию, требовали передать им денежные средства в размере более 39 миллионов рублей. В ходе переговоров запрашиваемая сумма была снижена до 25 миллионов. При этом руководство организации, опасаясь подрыва деловой репутации, обратилось в органы безопасности. При передаче первой части вымогаемых денежных средств в сумме 10 миллионов рублей подозреваемых задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Архангельской области. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, документы и электронные носители информации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Напрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы. Дело принято к производству Нарьинмарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу. На месторождениях в Ненецком округе зафиксированы еще два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По информации окружного распотребнадзора, прирост зарегистрирован на Южном Хольчью у сотрудников подрядной организации, осуществляющих охрану на месторождении. У обоих заболевание проявляется в легкой форме и они будут получать лечение амбулаторно, не выезжая с месторождения. При этом один человек полностью выздоровел и выписан из инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы накануне. Также накануне вечером в стационар в Нарьинмаре поступило семь человек с окружных месторождений с подозрением на коронавирус. У двоих из них, поступивших с Осовейского и Хасырейского месторождения, коронавирус был подтвержден 29 июня. Еще пятеро ожидают результатов теста. Таким образом, в стационаре на сегодняшний день получают лечение пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторно лечится 46 человек. Из них 21 на Харьяге, 22 на Хаседаюском месторождении и один на Хасырейском, а также двое на Южном Хольчью. Всего с начала пандемии в Ненецком округе зарегистрирован 131 случай заболевания COVID-19. Полностью выздоровели 77 человек. Двое скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 280 человек на самоизоляции на дому и трое в обсерваторе. В окружной бюджет внесены очередные изменения. Соответствующие поправки приняты 3 июля на очередной сессии окружного парламента. Общий объем доходов окружного бюджета на текущий год уменьшится на 535,5 миллионов рублей и составит 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Общий объем расходов окружного бюджета уменьшится на 583 миллиона и составит порядка 20 миллиардов. Таким образом, дефицит казны составит чуть более 3 миллиардов рублей. Как пояснила региональным СМИ председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, обсуждение законопроекта было сложным. Ей пришлось провести практически 3 комиссии по экономической политике и бюджету. На первое, значит, когда мы рассматривали первые поправки губернатора, депутаты сразу стали отстаивать село. Поэтому осталась та дорога, которая должна быть достроена по Хангурею. Затем, значит, оставили по строительству жилья на Варнаке, потому что у нас всего два острова, и не строить там жилье – это неправильно. А завозить туда очень сложно, и слава богу, что нашелся такой подрядчик. Поэтому мы обязаны были предусмотреть средства в бюджете. По слову Натальи Кордаковой, также депутаты настояли на том, чтобы не снимали средства с празднования дня оленя. Это важный для тружеников тундры праздник, который закреплен окружным законом, пояснила парламентарий. Много вопросов у депутатского корпуса возникло по департаменту образования, культуры и спорта. Под этим департаментом 83 учреждения, в котором трудится 4600 человек. И оставить их без зарплаты, оставить без отпускных. В том числе нельзя допустить, чтобы не были сделали хотя бы косметические ремонты к учебному году. Поэтому пришлось почти на двух комиссиях рассматривать вот эти вопросы. И слава богу, мы договорились с администрацией. В том числе, значит, оставили все бюджетные группы в наших профучилищах. Сохраняется объем финансирования на выплаты специалистам, работающим и проживающим в селах, на содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитии, возмещение коммунальных расходов. Что касается коммунальных платежей образовательных учреждений, то, по словам депутата, недофинансирование может привести к задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. По КИТС, ДЭС, Севержилкомсервис. Это, в свою очередь, повлияет на зарплаты сотрудников предприятий. Поэтому выделены средства, хотя и не в полном объеме. По предложению Ненинской окружной организации, профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, разработан и принят закон, предусматривающий с начала года выплату всем сотрудникам, не получившим доплату к больничному листу. Финансирование также было предусмотрено на этой сессии. По департаменту строительства нам пришлось секвестировать очень много, практически 700 мы сняли там. Но основные стройки, мы считаем, что на сегодняшний день, то, что необходимо было, мы оставили. Добавлены средства на субсидии юридическим лицам на возмещение расходов на коммунальные услуги, электроэнергию и компенсацию расходов на пассажирские перевозки, воздушным и водным транспортом. Несмотря на то, что бюджет очень сложный, все социальные выплаты сохранены. Предусмотрены субсидии предприятиям, реализуются инвестпроекты. Работа над проектом бюджета 2021 года продолжится уже в сентябре, сказала в заключении Наталья Кордакова. Иван Никонов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Ненецкий округ с рабочим визитом посетит заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров. В рамках поездки запланировано проведение личного приема жителей округа. Возможно, предварительная запись. Прием граждан будет проводиться во вторник, 7 июля, с 14 часов в здании окружной прокуратуры. Заявления на предварительную запись принимаются до 15 часов 6 июля через интернет-приемную на официальном сайте ведомства, а также непосредственно дежурным прокурором в прокуратуре округа. В заявлении необходимо кратко изложить суть обращения, а также указать действия и решения органов власти, которые обжалуются, и номер контактного телефона. Напомню, прием граждан заместителем генпрокурора России Алексеем Захаровым состоится во вторник, 7 июля, в 14 часов. Проливной дождь добавил коммунальных хлопот жильцам дома номер 49 по улице Ленина и компании по КТС, на управлении которой находится двухэтажная деревяшка. После ливня жители Ветхого дома обнаружили, что одна из выгребных ям провалилась. Со своей стороны управляющая компания приступила к устранению аварийной ситуации. Впрочем, здесь у сторон возник небольшой конфликт. Какой именно, расскажет Ирина Никешина. 20 числа, когда был сильный проливной дождь, у нас ушли выгребные ямы. Соответственно, с 20 числа, вот вы сами видите, что у нас происходит. Задаем вопросы, нам никто на них ответить не может. В квартирах стоит жуткая вонь, извиняюсь за выражение. И, к сожалению, мы ничего сделать не можем, добиться не можем. Сейчас ребята привезли, стали ставить, получается, бетонные вот эти вот колодцы. Нас в курс дела никто не вводит. Я уже сегодня просто нормально по-человечески попросила людей, говорю, дайте нам дожить уже просто спокойно в этом доме. Успокойтесь, вы что, да мы сделаем все как нужно. Вот и все, что мне говорят. По словам руководителя управляющей компании Оксаны Рочевой, выстроить конструктивный диалог не получилось и с жителями дома. При этом устранить аварийную ситуацию можно в кратчайшие сроки. Но для этого необходим доступ в квартиры жильцов. Доступ в квартиры нам люди не предоставляют. Мы уже с четверга той недели пытаемся с ними договориться. Сегодня вечером у нас опять назначена с ними встреча уже с представителями администрации и муниципального казенного учреждения управления городского хозяйства города Наринмара. Потому что две квартиры из четырех муниципальные. Будем еще раз пытаться объяснить людям, пытаться... Если они нам предоставят доступ в квартиры, то подключение к канализации произойдет в течение одного рабочего дня. В течение еще двух рабочих дней мы засыпем, устраним, утеплим и все остальное сделаем. Нам нужен доступ в квартиры. Жильцы, в свою очередь, опасаются, что после такого ремонта в квартирах будет держаться запах нечистот. А зимой трубы будут замерзать. У нас дыры были прямого падения, поставлены унитазы. Но подводить трубы невозможно никак. И вот здесь в свое время у нас за машинами была помойная яма, куда мы могли выносить просто даже суп сварили, извиняюсь, что-то помой. А сейчас нам приходится сливать это все через унитазы дома. Соответственно, если зимой это все в трубах замерзнет, дальше какие их действия? Они будут пушками тепловыми отогревать? Я еще раз повторюсь, мы их планируем утеплить. У нас есть дома с центральным водоснабжением, которые все равно перемерзают зимой. Но в любом случае мы выполняем работу, восстанавливаем нормальное водоотведение. И никаких проблем с этим в принципе нет. И третий вопрос, который их волнует, это что будет в их квартирах во время проведения капитального ремонта. Это не капитальный ремонт. Но опять же мы людям объясняем, что если что-то мы делаем, то мы все восстанавливаем. Если придется около унитаза, например, сломать плитку, то мы это место около унитаза, естественно, унитаз ставим на место и снова все восстанавливаем. То есть опять же никаких проблем с этим нет. Нам главное сейчас восстановить нормальное функционирование системы водоотведения. Казалось бы, обе страны заинтересованы в решении этой зловонной проблемы. И как можно раньше. Впрочем, в данной ситуации на это потребовалось почти две недели. Накануне выхода нашего материала в эфир состоялась встреча жильцов дома, представителей управляющей компании и мэрии Наринмара. Сторонам наконец-то удалось достичь взаимопонимания. Принято решение управляющей компании поставить новые кольца. Но жители сначала воспротивились этому. В настоящий момент достигнуто взаимопонимание. Ситуация взята на контроль администрации. И в течение одного рабочего дня управляющая компания обязалась это сделать. Причем сделать с участием и самих жильцов, которые, может быть, не хотят вмешательства в свои квартиры, где у них произведены ремонты. Управляющая компания идет навстречу и гарантирует о том, что в случае какого-либо разрушения у них в квартирах она восстановит все в первоначальном виде. Работы будут проводиться в рамках устранения аварийной ситуации, что, в свою очередь, не повлияет на перенос сроков расселения данного дома на более поздний период. По состоянию на 1 июня текущего года данный дом стоит в программе про селение до конца 2020 года. Ирина Никешина, Владислав Носкин и Влад Качев, Телеканал «Север». В Нарьинмаре перекроют дорогу на улице Ленина от перекрестка с улицей 60-летия СССР до перекрестка с улицей Рыбников. Данный участок будет закрыт для проезда транспорта до 21 октября следующего года. Причина – ремонт дороги. В этой связи Нарьинмарская АТП подготовила новую схему движения маршрутных автобусов. Конечная остановка в Кармановке перенесена на улицу Рыбников в район базы КБ и БО. В связи с тем, что у нас по улице Ленина будет проводиться работа для конструкции на участке от 60-летия СССР до Рыбников, изменено маршрут движения между муниципальными и 413 автобусами. Установлена новая остановка и с 6 июля планируется этот маршрут. Ремонт проезжей части разделен на два этапа. В текущем году подрядчик будет прокладывать на данном участке подземные коммуникации, а в 2021-м укладывать дорожное покрытие, обустраивать тротуары и освещение. На страже дорожной безопасности в любое время дня и ночи. 3 июля поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники ГИБДД. В дождь и снег, жару и холод инспекторы дорожно-патрульной службы дежурят на транспортных артериях Нарьинмара. О буднях полицейских расскажет Дарья Чупрова. Наряд! Налее! Во! По местам службы шага марш! Именно так начинается рабочий день сотрудников дорожно-патрульной службы. Здесь инспекторы получают маршрутные листы и после развода отправляются нести службу. Главная задача – пресечь всевозможные нарушения ПДД. Превышение скорости, обгон в неположенных местах, вождение в нетрезвом виде, непристегнутый ремень и нарушение правил перевозки детей – самые распространенные. Многие водители ездят, детей перевозят без детских удерживающих устройств, что очень плохо сказывается, даже если при совершении ДТП. В помощь госавтоинспекторам на Нарьинмарских дорогах установлены комплексы регулировки движения. Сотрудники регионального центра информационного обеспечения просматривают камеры и выявляют нарушения. Движение по обочине, превышение скорости, выезд на встречную полосу. Потом информация о нарушениях отправляется владельцам автомобилей. С наступлением лета на дорогах появилось большое количество велосипедистов. Они также являются полноправными участниками дорожного движения, а потому обязаны соблюдать определенные правила. Они должны двигаться по ходу движения, а не на встречу движения. Детям до 14 лет вообще нельзя выходить на проезжую часть. Они должны кататься только по велосипедным дорожкам и в живой зоне. При переходе пешеходного перехода, если вы катаетесь на велосипеде, то должны вы слезть с велосипеда и, получается, проходить уже пешком, а не кататься на велосипеде, проезжая, потому что такие случаи очень много. Детям случается, машины не останавливаются, потому что велосипед очень быстро двигается, и, соответственно, тоже водитель не может реагировать. Как отметили в ГИБДД, первое полугодие 2020 года прошло довольно позитивно. Причем положительная тенденция сохраняется третий год. В этом заслуга всех участников дорожного движения. За шесть месяцев текущего года произошло 12 ДТП с таким же количеством пострадавших, погибших нет. Госавтоинспекция сама по себе является важнейшим звеном в структуре органов внутренних дел. И на каждом сотруднике госавтоинспекции лежит большая ответственность по поддержанию правопорядка на дорогах, защите жизни и здоровья участников дорожного движения. Отдельные слова хочу выразить в пользу с возможностью ветеранам госавтоинспекции. Их опыт, навык, который они наработали в свое время, для нас бесценен. Уважаемые ветераны, с праздником! От души желаю всему личному составу, сотрудникам госавтоинспекции, особенно сотрудникам дорожно-патрульной службы, работникам госавтоинспекции, их семьям, близким, родным успехов, благополучия и крепкого здоровья. С праздником! С Днем госавтоинспекции! В Ненецком округе на страже безопасности дорожного движения стоит более 50 сотрудников госавтоинспекции. В жару и мороз, дождь и ветер. Они стойко несут службу. Дарья Чупрова, Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И в завершении выпуска важная информация для наших зрителей. С 6 по 25 июля на телеканале «Север» будет осуществляться полномасштабная модернизация аппаратно-студийного блока. Обновление позволит нашему телеканалу перейти на цифровую модель вещания в широкоформатном разрешении. На этот период вещания прекратится в спутниковом пакете Триколор ТВ и Ростелеком. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Серверное – сердце телеканала. Отсюда ведется эфирное вещание 24 на 7. Оборудование здесь не меняли с самого основания телекомпании. И вот пришло время перемен. И вот на место всего этого оборудования будет стоять все самое современное и новое, что сейчас есть на телевидении. Из аппаратно-студийного блока производится управление всем телеканалом. Здесь ведется запись новостей, программ и многого другого. Здесь у нас мало того, что меняется оборудование, меняется программное обеспечение, меняется формат. То есть мы из маленького квадратика будем уже вещать широкоформатным вещанием. То есть качество улучшается. В связи с этим очень много изменений. Вот это вот все тоже, соответственно, вот эти все компьютеры, это все будет заменено. Модернизация оборудования стала возможна благодаря федеральной программе «Цифровое телевидение» за счет средств федерального и окружного бюджетов. По ее окончании, ориентировочно с 1 сентября текущего года, телевизионные программы будут выходить не только в спутниковом пакете Триколор ТВ и Ростелеком, но и в ежедневных региональных врезках утром и вечером на федеральном цифровом канале ОТР «Девятая кнопка». Журналисты работают, операторы работают. Очень много работы теперь в связи с модернизацией, очень много работы у технического персонала. То есть мы тут все прямо на ушах стоим. Так что вот так. Что нам это позволит? Что в конечном итоге мы хотим добиться? Для чего это все происходит? Для того, чтобы, во-первых, мы перешли на широкоформатное вещание. Это очень важно, это практически улучшение качества. И одновременно с этим у нас будет возможность выходить на региональные врезки на общественные телевидения России. То есть у нас планируется к выпуску утренняя программа, дневная программа. То есть это очень большая и интересная работа. Мы не уходим из медиапространства. Все самые свежие и интересные новости будут выходить на канале YouTube, официальном сайте Нинецкой телерадио-овещательной компании, а также в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Добавлю, радио «Север-ФМ» будет работать без перебоя. Мы будем держать вас в курсе событий. Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полар Транс». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хороших выходных, берегите себя и своих близких и будьте здоровы.